В гостях программы есть разговор исполнитель, виртуоз и дирижер Дмитрий Ситковецкий, уроженец города Баку, сын известного скрипача Юлиана Ситковецкого и пианистки Белла Давидович. Дмитрий Юлианович получил первое музыкальное образование в школе для особо одаренных детей при Азербайджанской государственной консерватории. В конце 70-х эмигрировал в США, в настоящее время проживает в Великобритании. Сегодня Ситковецкий гастролирует по миру как скрипач с симфоническими оркестрами Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Чикаго и Филадельфии. Дирижирует лондонским и королевским филармоническими оркестрами. Являлся главным приглашенным дирижером Государственного академического симфонического оркестра России. Дмитрий, мы приветствуем вас на нашей программе. Спасибо, очень рад вернуться сюда после двух лет, да, мы с вами не говорили уже. Недавно прошел ваш концерт совместно с народным артистом Азербайджана Мурадом Адагиуза Алзаде, а также с Бакинским камерным оркестром. Мы наслышаны, что вы удостоены звания почетного профессора Бакинской музыкальной академии. Скажите, что вы думаете по этому поводу и теперь какая ответственность перед вами стоит? Ну, вы знаете, что, во-первых, конечно, концерт был запланированный, о нем мы отдельно поговорим, но вот это вот почетное звание было совершенным сюрпризом. Вот пару дней назад, когда я, как всегда, давал мастер-класс в этом зале, в большом зале Бакинской академии, вдруг, значит, после мастер-класса я вижу, что мой старый друг, практически как мой брат, старший Фархад Бадалвили, ректор этой академии поднимается на сцену и объявляет о том, что, значит, вот за заслуги перед пропагандой азербайджанского искусства, музыки и, так сказать, благодаря тому, что я делаю, мне дает, значит, звание почетного профессора. И, как он сказал, такую честь дали только в прошлом Мстиславу Ростроповичу, Белле Давидовичу и вот теперь, значит, мне. Поэтому это, конечно, компания замечательная, и я знаю, что Мстислав Леопольевич, он был у моих родителей на свадьбе, поэтому я его знаю с самого начала, еще до моего рождения он уже был их другом, и он был, конечно, он очень любил свой родной город, ну, а мама это вообще любимая просто пианистка, любимый музыкант города, и, кстати, она была профессором Фархада Бадалвили тоже, поэтому все связано у нас. Вот, у меня особое отношение, конечно, к этому городу и к этому зданию, потому что в четыре поколения, я уже четвертое поколение профессиональных музыкантов, начиная с моего прадеда. Исаак Маркович Ратнер стал концертмейстером бакинской оперы, вот еще вот она только строилась тогда, и тогда стали собирать музыкантов, они приехали то ли с Украины, то ли из Белоруссии, в общем, откуда-то оттуда, и оттуда началась вот эта вот династия, да, Ратнера, Давидовича, я Ситковецкий, поскольку папа мой, гиевлянин, из оттуда, но уже мои родители жили в Москве, но мама очень хотела, чтобы я родился именно в Баку, и приехала меня сюда рожать, вот, и еще дедушка мой был, единственный не музыкант среди всех, он был знаменитый хирург, бакинский, вот, сегодня я как раз с утра ездил опять на кладбище, и поклонился его могиле, выяснил, там все ли в порядке, поэтому у меня очень большие корни здесь, да, внешние, больше века бакинские корни. И, конечно, я везде, где бы я не выступал, если люди совершенно со мной незнакомые, скажем, да, а видят, что я родился в Баку, все приходят за сцену и говорят, мы тоже бакинцы. Это особая каста, это особая нация, это таких городов немного, которые могут сказать, что вот Нью-Йорк такой город, Одесса была такой город, не знаю уже сейчас, что будет с ней, но уже там ужас, что творится. Но Баку, точно, бакинцы, это особая нация, это город, который очаровывает до сих пор, до сих пор. Поэтому мне, что нужно будет делать, я всегда, когда приезжал, есть концерты, нет концертов в Баку, не в Баку, я всегда слушаю молодых, кто бы меня ни просил, из Академии, из Бюль-Бюль, школы вот так вот только сегодня, как раз прослушал дополнительно еще целый ряд людей. Здесь очень много талантов, и мне очень бы хотелось им помочь, чтобы они встали на международную арену, чтобы и их признали, и они впитали в себя самое лучшее, что есть в мировой культуре. Дмитрий, вот продолжу тема образования и развития исполнительской школы. Вот скажите нам, вот как профессионал, как педагог, что нужно сделать, чтобы в Азербайджане исполнительская школа была на высоком уровне? Вы знаете что, я вообще слежу за этим по всему миру, поскольку я очень часто сижу на конкурсах в Шири, вот сейчас я вскоре после Баку, я поеду и буду почти весь май сидеть, наверное, на самом престижном конкурсе королевы Елизаветы в Брюсселе, и там будут самые-самые лучшие таланты со всего мира скрипачи. Вот, и мне ясно, что, скажем, почему за последние 20 лет, скажем, чуть ли не лучшие таланты приезжают из Кореи или из Японии. Ну, из Китая тоже уже начинают все больше и больше. Но вот из этих двух стран, ведь раньше это была русская школа, это был Советский Союз, там всегда выигрывали премии, я там тоже учился, я это все помню и сам в этом участвовал. Сейчас этого уже нет. Сейчас самые сильные – это вот ребята, которые приезжают из этих. Почему так получилось? Потому что, когда я приехал в Джульярскую школу, когда я эмигрировал в 77-м году в Америку, то я видел, что там было очень много уже тогда студентов из Кореи, из Японии, из Китая, из разных, вот, из Азии. Они, конечно, научились совершенно новым качествам и мастерству у лучших педагогов в Нью-Йорке, в Лондоне, в Париже, в Германии, в Берлине, везде. Но многие из них потом получили очень хорошие позиции в своих странах и вернулись в Корею, в Японию, в какой-то степени, может быть, в Китай. И вот это решающий момент, который дал им возможность создать свою собственную школу. Потому что, ну, вы представьте себе, что если бы, скажем, европейцев или американцев приглашали бы постоянную работу в Корее или в Японию, поехали бы они? Да нет, конечно. Далеко, совершенно другой язык, другая культура. Но эти самые молодые, очень талантливые ребята, уже набравшись этого опыта западного и ставши мастерами, выиграв конкурсы какие-то или, во всяком случае, они уже были оснащены полностью. Они решили вернуться в свою страну, в свой язык, в свою культуру и учить уже молодых. Вот эта система, на мой взгляд, если она пойдет, и я вижу уже, что индивидуально это уже происходит. Я, собственно, то же самое сказал замечательному, выдающемуся азербайджанскому музыканту Фуаду Ибрагимову, с которым я тесно сотрудничаю, когда я приехал вот два с половиной года назад, и мы впервые встретились уже, он был взрослый человек и блестящий дирижер, он мне напомнил, я даже не помнил его тогда, что ему было только лет 20, и где-то в 98-м году он мне здесь играл как альтист и спросил моего совета, что мне дальше делать, куда мне поехать. Я говорю, поезжайте в Кёльн к педагогу Райнер Мок, которого я знал, и ему удалось получить стипендию от государства, и он поехал, закончил как альтист, а потом стал дирижером еще пять лет, поэтому он стал настоящим успешным музыкантом, артистом, и при этом он вернулся, и сейчас здесь он главный дирижер и симфонического оркестр, и это его детище, бакинский камерный, который я очень люблю. Вот за ними, за такими людьми, как Фуат, и вот за его ребятами из бакинского камерного оркестра, например, с которым я тесно сотрудничаю, вот за ними будущее музыки в Азербайджане, по-моему мнению. А Дмитрий, мы так много говорим о высоком, качественном исполнении, но как, вот словами, конечно, трудно описать, как должно звучать это качественное исполнение, высший пилотаж, вот что вы можете рассказать, что отличает просто хорошее исполнение от того, на которое следует равняться и даже стремиться к нему? Ну, видите как, вот, скажем, говорят, вот у него блестящая техника, там большой виртуоз, нет, на самом деле, на самом высоком уровне техника самая лучшая, это та, которую вы не замечаете. Если вы видите или слышите у актера, у исполнителя любого, если вы замечаете, как играет человек, как здорово делает разные акценты актера, это не самый высший пилотаж. Самый высший пилотаж – это когда все, все эти средства и все это исполнение полностью посвящено сути этого дела, эмоциям, мыслям, структуре сочинения, стилю сочинения. А техника, о ней вообще речи нет, она просто само собой, это естественно получается, и вы просто об этом не думаете. Вот это – высший пилотаж. Если вы видите технику или на вас производят впечатление, вот там играют, это все, это абсолютно не… Меня это вводит просто в скуку, потому что я, понимаете, когда мне говорят, ой, посмотри, сейчас там вот присылают все друг другу видео, вот этот маленький играет, этот маленький, на меня это абсолютно не производит впечатление, потому что я видел столько вундеркиндов в своей жизни, которые потом никем не становились. Почему? Да потому что для того, чтобы стать артистом, а не вундеркиндом, талантливых людей очень много, детей полно во всем мире, но имеют шансы только те, во-первых, которые рождаются в странах, где есть структура, инфраструктура для их образования, не только инструментального, но общего, который даст им возможность расти как люди, как личности. И для того, чтобы что-то новое сказать в этих известных сочинениях, нужно увидеть там совершенно что-то свое, индивидуальное, что не было сказано за 100-200 лет существования этих гениальных сочинений. Это не так просто. Но у каждого есть эта возможность. Вопрос – дойдет этот человек до этого уровня или нет? И вот это вот бывает так, что начинает здорово в 10-12 лет, большой успех, а потом все это идет на нас, потому что выдыхается. Его слишком выжимали из него, слишком рано. Они дали ему возможность набраться сил и знаний, и выдержки. И потом нервная это очень профессия, волнуются. Поэтому мне повезло. Почему? Потому что я вырос, как я говорю, на горе Олимп. Потому что я четвертое поколение профессиональных музыкантов, но еще мои родители были просто, ну, самая элита советской музыки. И я просто вырос среди Ойстраха, и Гиллиса, и Рихтер, и Ростропович. Это были самые великие музыканты своего времени. Поэтому меня удивить довольно трудно. И мы все смотрели, конечно, на них, прекрасно понимая, что нам до них еще, как, понимаете, до неба. Но уровень был очень высокий. И когда я вырос под роялем Белла Давидовича, конечно, когда мне что-то говорят, вот послушай этого Водулькина, ну вот, еще надо посмотреть, что из этого все получится. Поэтому это просто редко бывает. Но это такое преимущество видения. Это мне повезло. Но это не значит, что каждый должен быть в такой ситуации. Совершенно нет. Каждый... Часто бывает совершенно первый, чем мальчик или девочка, из совершенно не музыкальной семьи, но явно и есть талант. И колоссальная... Вот необходима любознательность. Что меня очень огорчает сегодня, не только среди музыкантов, вообще в молодое поколение, сидят в этой альтернативной реальности, в своих телефонах, в своих айпадах, постоянно. И вот вчера была потрясающая сцена. Я вчера ходил, угощал традиционно, всегда на следующий день после концерта, я всех беру в ресторан, и мы сидим с оркестром. Вот. И моя жена заметила, она была вчера впервые. Мы вышли, и там другой был большой стол, человек на 20, молодые, наверное, день рождения. Ну, все смотрели в телефон, сидя у замечательного стола, и никто друг с другом не разговаривал. У нас вообще разговоры, музыканты все-таки разговаривают, друзья и все. Они все сидят и в телефон уткнувшись. Ну, мне их страшно жаль. И она говорит, посмотри, говорит, все, никто, ни с кем не разговаривает. 20 человек, но это трагедия, ребят. О чем вы говорите? Мира вы так и не узнаете. Потому что это не мир, это отражение кого-то об этом. Дмитрий, вот сейчас я продолжу тему современных технологий, и что нас ждет в будущем. Вы знаете, что искусственный интеллект сейчас делает попытки написать классическую музыку. Поп-музыку он более-менее примитивную, такую популярную написал, довольно-таки неплохую. Но классическую музыку, вот я посмотрела, это сборка просто, сборка стилей разных композиторов. Сборка шаблонов, шаблонов. Как вы думаете, все-таки? Невозможно. Нет, дело в том, даже есть просто абсолютно очень раскрученный композитор, который явно это все пишет, и даже кто-то для них пишет в программе «Сибелиус». Я делаю все свои транскрипции в программе «Сибелиус». Я знаю, как это делается, но там ничего оригинального нет. Я-то хоть не претендую на свою собственную музыку. Я делаю транскрипции гениальных сочинений больших мастеров. Баха, Бетховена, вот сейчас вы слышали Мендельсона и современных тоже, вот Десятникова. Другой вопрос. Но чтобы написать сегодня что-то оригинальное, что-то новое, для этого нужно иметь, надо быть, семь пядей во лбу. Но искусственный интеллект никогда не сможет ничего оригинального создать. Ведь все, что... Ну, как можно? Ведь мы сейчас забываем, что рядом с Гайденом или с Моцартом еще было куча композиторов. Очень много. А чем дальше, еще больше их было. Но почему-то остались вот только вот эти, так сказать, потому что они были, ну, на несколько порядков выше. Ну, потому что они были отмечены Божьей искрой. И они эту искру развивали всю жизнь. Нет, это невозможно. Я абсолютно этого не боюсь. Другое дело, что молодое поколение сейчас столько смотрит вот Ютьюба. Им кажется, что вот они послушали что-то там, это... И не ходят на концерты. Вот это плохо. И публика тоже. Потому что на концерте происходит совершенно другая ситуация. на концерте происходит, на любом живом исполнении происходит обмен энергии непосредственно. Вот со сцены среди нас на сцене и со сцены с публикой совершенно другое, другая атмосфера. Мы даже репетируем, вот мы все замечаем, но вечером совершенно другая энергия и зала, и атмосфера. И вот эти вот моменты, когда вот катарсис происходит, вот ради этого мы живем. Потому что иначе это действительно все бы уже ушло, эта вся форма. Нет, необходимо. Я вот как слушатель, я часто хожу на классическую музыку, на концерты, и каждый раз ты потом несколько часов еще приходишь в себя, насколько ты физически ощущаешь эту энергию. Абсолютно. Это же колоссальный бывает и стресс, и потрясение, люди иногда плачут или наоборот возбуждаются как-то очень сильно. Это один из последних вообще оплотов настоящих вот как бы храм, почему говорят храм искусства. Потому что здесь происходит вот это таинство, потому что то, что нельзя сказать языком, можно передать через звуки музыки. Дмитрий, снова возвращаемся к вашему концерту. В программе звучало Бах, потом Блок, Гайден, Мендельсон. Всегда было интересно, по какому принципу, по каким критериям выбираются те или иные композиторы. Вот лично вы как сделали свой выбор? Ну, дело в том, что здесь много элементов присутствует. Во-первых, моя главная задача была впервые исполнить новый цикл Мендельсона, которым я... Это моя последняя работа как автора транскрипции. У меня их очень много. Больше 60 или 70. Но это очень мне дорогая работа, связанная даже в чем-то с моим восьмимесячным внучком, которого я обожаю. Но, который родился, и я поехал его навестить, потому что уже его мама, моя дочка, пела в это время в Ляйпциге как раз. Город Баха и город Мендельсона. И вот я поехал туда с ним, его понянчить несколько дней, и я, конечно, пошел и к Баху, и к Мендельсоне. Это мои любимые композиторы. И я вот сделал, я загорелся этой мыслью тогда. Наверное, он мне что-то шепнул, когда я его навещал. И вот эта вот мысль создать вот этот цикл, и всегда, когда я работал очень интенсивно, очень быстро, все это сделал, это недели за шесть между своими концертами, поездками, конкурсами и так далее. Но я, когда чем-то загораюсь, я должен довести до конца, потому что я не могу остановиться. Это очень, это вот свойство характера и привычка уже. Если мне что-то интересное, все остальное абсолютно не играет роль. Вот. И поэтому я очень ждал этого момента. Значит, это ясно, что это было второе отделение, а первое, ну, Бах с Мендельсоном просто связаны абсолютно. Вы знаете, что Бах, мы бы его не знали, если бы не Мендельсон. Просто не знали, он был полностью забытый композитор. И вот, как я рассказал в зале, Мендельсон, когда покупал рыбу на рынке в Лейпциге, он вдруг обратил внимание, что она обернута в манускрипт нотный. И он говорит, что это такое? Я говорю, да здесь нам дали какие-то ноты. Он посмотрел, это бах. Вот. И в 20 лет он организовал первое исполнение почти за 100 лет «Страсти по Матфею». Ну, это с ума сойти. В 20-летний молодой человек Мендельсон. Вот за это надо в каждом городе ему памятник ставить. Потому что каждый город, который вообще уважает великую музыку, это вот только одно из того, что он сделал. А Шуберт ни одной симфонии в жизни не слышал. Кто его первый исполнил? Мендельсон, конечно. А Бетховенский концерт, кто первый дирижировал? Йоахим играл. Мендельсон. Ну, это был совершенно уникальный человек. И, может быть, из-за того, что он столько сделал для других, его, как композитора, не ценят. Это был гений из гениев. Он в 16 лет уже был мастер непревзойденного актета, который он написал. Лучше его не написал никто в этом возрасте. Ни Моцарт, никто. Вот это мне как-то хотелось показать. И поэтому в этой транскрипции там и органное сочинение, с чего начинается. Он был выдающийся организм. Потом, конечно, его совершенно гениальные песни без слов, которые... Все это транскрипция, вот это от фортепиано, от органа, от фортепиано для струн. Потом потрясающая пьеса для струнного квартета, одна из частей, поздний, неизданный тогда квартет. и совершенно божественный хорал. Он был еврей по рождению, но он перешел в лютеранство, в христианство, и вот этот вот хорал совершенно божественный в конце. Вот эти вот разные стороны его характера и гения, по-моему, получилось. Мне так казалось. Вот. А дальше уже пошло другое. Мне хотелось обязательно этот год тяжелейший для Израиля, для моих друзей, где я был много. И сейчас происходит просто ужас. Там уже сколько? 7 октября. И мне хотелось сыграть вот эту молитву Блоха. И когда это мы репетировали, она звучала, там очень много моментов. Еврейская музыка очень близка вообще к азербайджанской. Там есть мотивы, интонации очень, очень похожи. Поэтому это как-то прозвучало. Ребята просто этим тоже очень увлеклись. И, конечно, мы никогда не играли вместе с Мурадом, хотя он, в общем, музыкальный внук моей мамы, поскольку он ученик Фархада Бодолбери, а Фархад был ученик мамы. Поэтому и в свое время, когда я приезжал в Москву с мамой, и Мурад был невероятно внимателен. Всегда мы его брали переворачивать ноты на наших концах. Он приходил, мы жили гостей из Абаджанского посольства в Москве, потому что другой наш друг Палат Бельбельоглы был уже послом. Поэтому нас очень много связывало. Я его знал, конечно, и каждый раз видел, но мы никогда не играли. И вот хороший повод. Дмитрий, а мы знаем, что вы частый гость на музыкальном фестивале в Геабале. Вот расскажите в планах, есть ли у вас в этом году? В этом году мне сказали, что летом не будет, но кажется, будет он зимой, и я обязательно приеду. Мне очень понравилось там, потом все друзья там, обязательно. И вообще я сейчас буду чаще здесь появляться, раз уж я почетный профессор, то мне нужно следить за тем. И вот со многими я и педагогами говорил, поскольку я сижу часто в жюри разных конкурсов и молодежных, и больших, и я в общем буду все время внимательно посматривать над развитием, потому что талантов здесь очень много, но какая-то произошла, вот после 20, как 20 век закончился, произошел какое-то расстояние между Европой, Америкой и музыкальной жизнью, классической музыки Азербайджана. Вот этот мост надо восстановить. Если мне удастся что-то здесь в этом плане сделать, я это с большой радостью сделаю. Субтитры Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон